Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте в продолжение темы немножко поговорить о гемотрансфузиях или трансфузиях. В частности, алгоритмы принятия решения у пациентов с высокой степенью риска в переоперационном периоде. Первое, с чего мы начинаем при принятии решения об оказании помощи, это нормативная наша база. На сегодняшний день при назначении гемокомпонентов и при оказании трансфузионной помощи мы руководствуем следующими документами. Постановление правительства 797, которое называется утверждение правил заготовки донорской крови, ее компонентов и клинического использования. Приказ Министерства здравоохранения достаточно свежий, 1170 он называется, об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю трансфузиология. Он организационного характера говорит нам о том, где проводится трансфузия, кто может проводить трансфузии. И там как раз есть ссылка о том, чем руководствуется врач, проводящий трансфузию, назначающий эту манипуляцию. А руководствуется он инструкциями, стандартными операционными процедурами и клиническими рекомендациями к заболеванию пациента. У нас также есть приказ Министерства здравоохранения, тоже достаточно свежий, 1134, об утверждении порядка медицинского обследования реципиента. Он о том, как пациента обследуют перед трансфузией, какие пробы проводят обязательные и какой в порядок проведение самой трансфузии и наблюдение за пациентом. На самом деле какого-то конкретного уровня гемоглобина, конкретному заболеванию нигде не прописано в приказе. Однако у нас есть приказ Министерства здравоохранения, 1148, который как раз предлагает и нас обязывает разрабатывать собственные правила, собственные алгоритмы и инструкции, касающиеся всех манипуляций как по заготовке донорской крови, так и по клиническому ее применению. И предлагает нам использовать различные клинические рекомендации. Стандарт операционной процедуры, в общем-то это описание любой типичной манипуляции, например, связанной с переливанием крови. В каждом учреждении, которое имеет лицензию наказания трансфузиологической помощи, должен быть приказ руководителя, который как раз говорит о том, как в этом учреждении организована эта помощь, кто за что отвечает и в каком порядке. И какие действия производятся. Также стандарты операционных процедур разрабатываются с теми условиями, с которыми вы работаете, с теми пациентами, с тем контингентом пациентов, которыми вы работаете. И на основании распоряжения главного врача эти стандарты операционных процедур утверждаются. И являются обязательными к исполнению в этом учреждении. На примере нашего учреждения покажу, как выглядит, например, стандарт операционной процедуры, утверждающий порядок действий при трансфузии в нашем учреждении. Он большой, достаточно объемный, 32 страницы. Он включает в себя общие сведения, включает в себя список нормативной документации, которые мы использовали, ссылки на эту документацию. Мы пользовались и отчасти клиническими рекомендациями по разным видам анемий, в том числе и у детей, пользовались рекомендациями Российской Ассоциации Трансфузиологов. До того, как про сами алгоритмы поговорить, хотела бы немножко рассказать про программу «Менеджмент на крови пациентов». Она достаточно давно уже утверждена и внедряется достаточно активно. Очень много про нее говорят именно в трансфузиологическом сообществе. «Менеджмент крови пациентов», в частности в онкологической практике, по сути, это правило кровесбережения пациента. Программа эта трехкомпонентная. Она в большей степени посвящена именно сбережению уровня эритроцитов и гемоглобина, то есть анемиям. Потому что практически в каждой нозологической форме мы встречаемся с анемиями, как сопутствующим заболеваниям, так и основным. Первый компонент касается оптимизации количества эритроцитов пациента и уровня гемоглобина. До того, как мы приступили к лечению пациента, то есть до операции. Чаще всего первый компонент касается амбулаторной медицинской помощи или первого-второго звеньев уровней лечебных учреждений. Это выявление анемии, выявление ее причины, лечение основного заболевания, которое привело к анемии. Это оценка результатов лечения при необходимости, то есть полностью ведение гематологами или терапевтами чаще всего таких пациентов. То, что касается второго компонента, минимизации кровопотерей и кровотечения и сбережения гемоглобина во время лечения пациента в стационаре, с этим компонентом проблем, наверное, меньше всего возникает. По крайней мере, в нашем учреждении эта проблема решается очень неплохо. Это тоже зависит от оснащения, от набора препаратов, которые есть в больничной аптеке. Но здесь в учреждении, когда есть и хирург, и анестезиолог-ренематолог, и гематолог, оказать помощь пациенту несложно. Третий компонент – оптимизация физиологических резервов организма при анемии. Он касается уже пациента, получившего специализированное лечение. Которого нужно выхаживать и восстанавливать. Это происходит и при госпитализации в стенах больницы, и также уже тоже на уровне амбулаторной помощи. Почему же это так важно? На самом деле переоперационная анемия влияет на выживаемость, сроки заживления после операции и уменьшение потребностей в гемотрансфузиях. Ряд исследований, которые показывают, что чем подготовленнее наш пациент пришел к операции, чем выше у него уровень гемоглобина или он приближен к норме, тем легче этого пациента потом реабилитировать. Позвольте представить такой слайд. Это алгоритм введения пациентов хирургического профиля в рамках менеджмента крови пациента. Когда у нас есть время подготовиться к плановой операции, и хорошо, когда пациент с анемией перед плановой операцией где-то за 4-6 недель попадает к врачу, который заинтересован в подготовке этого пациента к оперативному этапу лечения. И мы можем приступить к операции, когда у нас пациент восстановил уровень гемоглобина, приближенный к норме. Особенно это касается тех оперативных вмешательств, когда мы предполагаем большую кровопотерю, ожидаем. И мы хотели бы снизить риск трансфузии у этого пациента. Что касается правил назначения донорской крови, они на сегодняшний день таковы. Цельную донорскую кровь на сегодняшний день практически не используют в лечении, а практически сразу в тот же день или на следующий разделяют на компоненты для правильного обеспечения сохранности полезных свойств компонентов донорской крови. Компонентная терапия донорскими компонентами должна быть по строгим показаниям, которые должны быть подтверждены методами лабораторной инструментальной диагностики, если это необходимо, а также записью медицинской документации врача о необходимости такой манипуляции. В оперативной практике должны быть использованы кровосберегающие технологии. Это касается как хирургических методов лечения, использования специальных сшивающих аппаратов, и использования коагуляторов, так и анестезиологического пособия, это нормоволимическая гемодилюция, заготовка аутокрови, использование аппаратов для реинфузии. И, конечно, этиологическое лечение анемии, если это целесообразно, если у нас на это есть время. Это очень важно. На чем же основаны алгоритмы принятия решения? Мы пользуемся рекомендациями Российской ассоциации трансфузиологов. Они уже давно презентовали нам такую табличку, она как отсчетная таблица. Здесь указаны уровни риперной точки, гемоглобина и гематокрита, на которые мы можем ориентироваться. Если мы посмотрим клинические рекомендации, которые сейчас есть, то по кардиальной патологии, я вчера при беглом взгляде в поисковике, в специальной программе, ни слова о трансфузии донорских компонентов крови не нашла. Однако, когда мы смотрим клинические рекомендации по анемиям различным, там мелькает как раз заболевание сердечно-судистой системы или больные с высоким коронарным риском, где рекомендован поддержание уровня гемоглобина не ниже 100 до 110 грамм на литр. Что касается терапии тромбоконцентратом, тут конкретной привязки к какому-либо профилю заболевания нет, но по меньшей мере, кроме нейрохирургических больших операций, когда уровень тромбоцитов предлагается поддерживать выше 100 в микролитре. И что касается плазмы и подготовки пациента к операции, то плазму, в общем-то, проводят в двух случаях переливания плазмы. Когда кровотечение уже случилось, и оно составило больше 20-25% объема циркулирующей крови, либо у нас небольшое кровотечение, но значительное объем хирургического вмешательства или инвазивной процедуры при уже нарушенной свертываемости у пациента. И целевые значения, на которые мы ориентируемся, назначая плазму. Также мы можем переливать плазму для того, чтобы произвести обратный эффект варфарина. Например, когда у пациента передозировка и очень высокий риск, и безотлагательная ситуация, когда нужно хирургическое вмешательство. Тогда мы будем переливать плазму до оперативного вмешательства. Так выглядит алгоритм принятия решения о трансфузии при хронической анемии, которым пользуемся мы в стенах нашего учреждения. Мы делим пациентов условно на четыре категории. Начинаем с пациентов с хронической анемии в стойкой компенсации. И если этому пациенту не планируется на ближайший момент, в ближайшие несколько дней хирургическое вмешательство, то, в принципе, такого пациента мы попробуем лечить патогенетически. Если пациент в анемии и с высоким риском кровотечения, если уровень его гемоглобина ниже 75 грамм на литр, то, скорее всего, мы будем переливать эритроциты донорские. Если такой пациент планируется или нельзя отсрочить операцию, которая с высоким риском быстрой кровопотери или массивной кровопотери, то его уровень гемоглобина будет начинаться от 80, но чем выше, тем ближе к норме, тем лучше. Ну и пациенты с патологией сердечно-сосудистой системы или пациенты с патологией легких предполагаемых кровопотерей, больше литра, или очень быстрой кровопотери, такие пациенты исходно должны поддаваться в операционную с гемоглобином выше 100 грамм на литр. Пациенты с хронической анемией, но без риска кровотечения. Как правило, это категория больных, которые уже получила специализированное лечение. Прооперированные, которые лежат либо в отделениях в основном и не требуют какого-то интенсивного лечения. Мы будем переливать для того, чтобы поддерживать гемоглобин не ниже 75. Если у пациента есть декомпенсация по основному заболеванию, то такой пациент... Мы предложим поддерживать уровень гемоглобина от 75 до 90. Если у пациента, получившего оперативное лечение, но не требующего интенсивной терапии, есть один, два или комплекс перечисленных состояний. Это возраст старше 65, пациент уже с имеющейся патологией кардиальной или дыхательной системой пациента с повышенным риском коронарной патологии. Их уровень гемоглобина в идеале, конечно, должен быть выше 100. Ну и пациенты, которые находятся в отделении интенсивной терапии, получающие достаточно массивное поддерживающее лечение. Трансфузия показана при гемоглобине при снижении 75, но мы пользуемся не рестриктивной тактикой, а более либеральной, и стараемся наших пациентов поддерживать на уровне 85 и выше. Ну и пациенты с декомпенсацией, их, конечно, хорошо бы поддерживать на гемоглобине не ниже 90 грамм на литр. Это, конечно, идеальная схема для принятия решений. В каждом случае, конечно, есть свои особенности. Если у вас есть дополнительные мысли по поводу того, что пациент нуждается или, наоборот, не нуждается в переливании крови, то я всегда рекомендую это мнение, оформлять в виде показаний или противопоказаний, то есть свое мнение оформлять в медицинской документации. Нужно всегда помнить, что выполнение трансфузии – это непростая процедура в плане того, что достаточно четко все прописано, но непростая, чисто механически и технически. Нужно оформить достаточно большое количество документов и не забыть о них. Мы обязательно должны оформить индивидуальное добровольное согласие пациента на трансфузию. Оформляется оно один раз при поступлении пациента или при решении о том, что такая трансфузия понадобится на период всей госпитализации пациента в данном учреждении. В медицинской карте стационарного больного, которому будет проводиться трансфузия или есть риск такой, должно быть первичное определение группы крови лечащим врачом и подтверждающие исследования из изосирологической лаборатории. Тогда вы будете точно знать, что вы пациенту не навредите, он обследован, и вам выдадут именно тот гемокомпонент нужной группы для того, чтобы процедура прошла с пользой. Требуется время для подготовки и гемокомпонента, и пациента. Часто пациентов подготавливают, снижают температуру у лихорадящих пациентов, проводят десенсибилизацию для пациентов, которые часто переливались или имели в своем анамнезе не реакции какие-то на гемотрансфузии. Обязательным является проведение проб перед трансфузией и проведение биологической пробы. Это тоже занимает определенное время. Собственно, трансфузия, которая может длиться от 15 минут до 2 часов. И каждый раз после каждой трансфузионной программы мы должны оценить безопасность и эффективность гемотрансфузии. Мы всегда должны ориентироваться как на клинические данные, так и на данные лабораторных исследований, либо в день трансфузии, если это необходимо, и обязательно на следующий день. Для эритроцитов это клинические данные улучшения самочувствия, состояние кожных покровов, прирост гемоглобина и эритроцитов в периферической крови. Для плазмы это всегда уменьшение или прекращение кровоточивости или кровотечения, а также улучшение лабораторных показателей АЧТВ, ПТИ или МНО, если мы его корректировали. Для тромбоконцентрата это всегда прекращение спонтанной кровоточивости, а также, если мы это делали профилактически, то отсутствие свежих высыпаний геморрагических, а также увеличение тромбоцитов в русле крови пациента через час после трансфузии, а также нормализация и уменьшение времени кровотечения. На следующий день мы берем у пациента два анализа клинических крови и мочи для того, чтобы исключить посттрансфузионный гемолиз и доказать, что мы безопасно провели эту трансфузию. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok